Ну что, я всех приветствую! Решила сегодня снять видео. Мне не очень хорошо. Я не знаю, что у меня. Ну, я подозреваю, что я просто простыла, наверное. У меня на лице простуды и от сладкого меня обсыпало. Я сегодня приоделась, примарафетилась, чтобы вам было приятно. Да, кому не нравятся такие затянутые вступления, можете промотать немножко. Как вы догадались из названия, сегодня будут ответы на вопросы. Я не могу обойти стороной некоторые вопросы. Это даже не вопросы, это комментарии. Их было много, они были разные. И я из этих всех комментариев делала три вопроса. Сегодня буду отвечать на них. В целом, мои впечатления об отдыхе. Я, в принципе, уже с сестрой снимала подобное видео и повторяться не буду. Мне понравился отдых. И мне понравился именно такой более дикий отдых. Не какой-то вот распланированный, запланированный. Мы собирались ехать с чемоданами, заморачиваться. Но в последний момент идея как раз-таки была моей сестры собраться, поехать налегке с рюкзаками. Я была только за. Я, в принципе, так и собиралась. Потому что нечего с собой брать на отдых, кроме шорты, сланцы и купальник. И я рада, что всё так получилось. Мы провели чудесные, я не знаю, сколько дней отдыха, чудесное время провели. Не всё было, конечно, гладко. Были и недомолвки между собой. Ну, это везде. Так, мы, в принципе, так живём даже не на отдыхе. Мы живём в повседневной жизни так. Мы спорим вечно с сестрой. Мы с малыми всё время ругаемся. Потому что они хотят одного, взрослые хотят другого. Это у всех так. Понравился больше Геленджик, чем Анапа. Если бы планировала следующий отдых, я бы, конечно, хотела бы везде побывать. Но в Геленджике я на 100% уверена, что туда стоит ехать. Я экстремалка. Нет, я не экстремалка. То, что в видео я каталась на парашюте, на экстремальную экскурсию ездила, дайвингом занималась, это не значит, что я экстремалка. Я просто хочу попробовать это всё. Почему бы и нет? Люди настолько зажатые, настолько поглощены своим пузырём. Заработать все деньги мира. Семья, дети, муж, пастирушки, уберушки. Это всё так поглощает нас. Работа, дом, работа, дом. На фоне всего этого мы забываем главное. Мы забиваем на себя. Мы забываем о себе и о жизни в целом. Я не хочу этого делать, потому что я раньше так делала. Я никого, конечно, не призываю бросать семью, бросать детей и думать только о себе. Либо не бросать, но эгоистично относиться и любить только себя. Нет. Нужно просто не забывать о времени, о счастливом времени. Вы также можете с семьёй собираться выезжать на картинги, на какие-то пикники, полетать на вертолёте. Это всё жизнь, вы понимаете? Вы не заработаете никогда всех денег мира. Даже если у вас их много, это не значит, что вы, во-первых, счастливы. Во-вторых, что у вас есть именно всё, что вы хотите. Потому что зачастую у таких людей нет ничего, кроме денег. Человечность, она просыпается именно у простых людей. И она есть у простых людей. Вот чем вы проще, независимо от того, что у вас есть. Знаете, не так, как люди говорят обычно. Будь проще, и к тебе люди потянутся. Это да, но не из-за этого люди к тебе тянутся, а из-за того, что ты принимаешь жизнь именно вот так. Ну, не нервничать по пустякам, это, конечно, мне кажется, уже избито так говорить. Просто внесите в свою жизнь какие-то краски. Сделайте свою жизнь ярче. Не нужно, конечно, лазить по горам, начинать с этого. Вы можете начать просто с того, чтобы своей семьёй, пусть она даже большая, ходить по вечерам в парк гулять. Если у вас нет рядом никакого парка, просто выходить и гулять по улице. Это очень полезно, во-первых. Во-вторых, это семью как-то сплочает. Я лично за то, чтобы семья проводила вместе время. Просто не забывайте о себе, не забывайте о тех моментах, которые вы теряете, прозябая вот в этой пучине зарабатывание денег всего мира. Да, кто-то там может сказать, что да ты не работала, ты не знаешь, как это и что это. Извините меня, а как я тогда жила до этого всё время? Ну да, можно говорить всё, что угодно. И есть такие личности, которые там отзываются обо мне плохо. Но опять же, эти личности меня знать не знают. Они просто ненавидят меня за то, какая я есть. И как раз таки я хочу, чтобы в нашей лодке видеть вас, нормальных, адекватных людей. С которыми я хочу поплыть дальше, общаться дальше. Которые мне дают советы какие-то, которые мне сочувствуют где-то. Но никак не таких, которые сами ничего из себя не представляют, но при этом пытаются ещё обо мне что-то рассказать. Про экскурсию, дайвинг, советы по этому поводу и какие-то предостережения. Экстрим-экскурсия на джипах мне очень понравилась. Она мне настолько понравилась, что я на неё ещё хотела сходить, съездить, будучи в Анапе. Что меня больше всего поразило. Короче, водители — это бывшие экскурсоводы. И у меня картинка в голове образовалась, что будет всё проходить именно вот так. Мы подъезжаем к какому-то очередному месту, и останавливается джип. Он выходит, там что-то рассказывает нам, и мы идём дальше. Но на самом деле нам пришлось, ну, в частности, мне, может быть, кто-то, те, кто с нами ездили, они всё знают. Ну, по крайней мере, может быть, читали, слышали. Я, допустим, не читала, не слышала про эти места, где мы были. И мне приходилось просто клещами, наводящими вопросами вытаскивать информацию из водителя. Ну, я не знала ещё у кого спросить, куда мы идём. Ну, на водопад мы идём. Что за водопад? Нам давали определённое время на пофоткаться, там, поснимать. Есть такие, которые вообще не давали времени на это. Люди, конечно, бывают разные. Нам попался экскурсовод нормальный, если не считая того, что он экскурсию как таковую не проводил. На такие экскурсии берите удобную обувь, я уже говорила об этом. Запасные какие-нибудь сланцы, чтобы, когда после воды вы выходите, вы же не наденете сразу кроссовки. Хотя можно, если вы с собой возьмёте полотенце. Ещё советую запастись водой, если вы будете ехать не одни, и у каждого рюкзак будет из вас, то берите воду, причём желательно двухлитровые баклахи. Она хоть и тёплая будет, но её можно будет попить в любом случае, потому что так вы просто от жажды умрёте. Не везде есть места, где можно купить эту воду, и не на всех маршрутах, потому что у каждого свой маршрут. Маршрут, опять же, зависит от того, какую вы экскурсию выбрали. Трёхчасовую, такой маршрут, сокращённый. Пятичасовая экскурсия, у нас дольше мы катались, виды смотрели. Один-два вида посмотрел, и всё, такое ощущение, просто как будто они все похожи между собой. Так же, как и эти водопады, блин. Мне больше всего понравился водопад Чаша Любви, который Дальмен тоже было интересно посетить. Что касается дайвинга, это тоже очень такая познавательная процедура была. Я тоже ещё хотела в Анапе это всё посетить дело, но не рискнула, потому что всё попробовав в Анапе, в Геленджике уже нечем будет заниматься. Я решила так, и мы распланировали. Мы в Анапе покатались на банане, мы думали, там просто по хардкору будет, но так как с нами были дети, хардкора никакого не было. Потом мы на парашюте с племянником пролетели. Тоже такой некий экстрим, потому что я боюсь жутко высоты. И может быть, вы скажете, зачем я тогда залезла на этот парашют. Тут, опять же, нужно воспитывать в себе какую-то выдержку, нужно работать над собой. Ещё на Украине работала на заводе. Нужно было иногда находиться на высоте. Я в себе это искоренила просто, я не боялась особо высоты. Да, я когда первоначально подходила к краю, чувствовала себя неловко, а потом быстро я куда-то уходила, потому что ты занят работой. Вот здесь, в принципе, то же самое, нужно работать над собой, над своими страхами, нужно им смотреть в лицо. И честно, мне было страшно на парашюте только при том, как мы взлетали. Потом наверху, ну секунды две, может максимум пять, я чувствовала адреналин и эйфорию. Потом это мгновенно прошло, нам стало даже как-то скучновато, я уже хотела вниз спуститься. Не знаю, почему у меня так пересыхает рот. Дайвинг мне понравился, я советую. Но, опять же, как я уже упоминала, вы должны быть не больны, у вас не должны быть никакие давящие железки, пломбы какие-то. Как мне сказали, с этим тоже нельзя. В принципе, у меня уши с детства были больные, я чуть не оглохла в детстве. Инструктаж мне был понятен, я соблюдала, ну пыталась, по крайней мере, соблюдать то, что нам рассказывали, то, что нам показывали. И перед погружением я спросила, все переспросила заново. Мне просто писали такой комментарий, что я, наверное, что-то сделала неправильно, поэтому у меня и пошла кровь из уха. Но, опять же, у меня, допустим, пломбы стоят в зубах. Но все обошлось, ничего страшного, просто вот что-то там, наверное, случилось. Сейчас, не знаю, я не ходила к врачу, потому что у меня все быстро, в принципе-то, прошло день-два, и все окей было. Я не умерла, я жива, и живу, и радуюсь дальше. Честно, я бы еще раз повторила это. Техника безопасности в Анапе, допустим, на том же банане, да, на том же парашюте, была как-то намного продуманнее, и все было на высшем уровне, нежели в Геленджике. Хотя я не пробовала там дайвинг и экстрим какие-то экскурсии, поэтому ничего об этом именно сказать не могу. Но здесь, да, действительно, в Геленджике как-то техника безопасности немного вот хромает, особенно на джиппингах, на вот этой перекладине, за которую я держалась на джипе, об которую я, кстати, набила на руке здесь себе приличные синяки. Там были такие ушки, к которым может крепиться крепление, либо как это, пояс, которым я могу держаться. Должен быть ремень, либо пояс какой-нибудь, но этого всего не было. Я это говорю не потому, что мне страшно, потому что это было просто неудобно. Когда мы оформляли поездку на джипах, девушка упомянула, что если вы хотите стоячие вот эти места, которые были сзади нас, скажите, мы сказали, якобы нас приедут, заберут первыми, но нас не забрали первыми. Вот тоже такой нюанс. Забрали первыми других людей. Не знаю, что они там попутали, не попутали, но я не стала разбираться. Я сразу, конечно, расстроилась, но потом это быстро прошло. Всё равно же я буду стоять, всё равно же я буду участвовать в экскурсии, всё равно же я посмотрю, всё и увижу. И, честно сказать, мне даже там было как-то вот, где я была, комфортнее и лучше, чем сзади. Сзади там что-то у них вообще не ладилось, что-то как-то, вечно они там визжали, вечно что-то как-то их не устраивало. Такое подведение итогов небольшое. Если, конечно, есть ещё какие-то вопросы, то задавайте их. Ну, а это всё, о чём я хотела с вами поговорить сегодня. Надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам было это полезно. И мы увидимся с вами скоро. Успешный человек, я так по секрету скажу, который добился всего, у него хорошая карьера, хорошая работа, есть всё в этой жизни. Он не сидит в интернете и не обсирает других. У него нет времени на это.